Здравствуйте уважаемые зрители моего канала Небольшое видео на тему восстановления деталей Ну и заодно тут есть момент, который я уже обозревал ранее Это одноразовость деталей, то есть малая их ремонтопригодность Вот этот узел с автомобилем MAN, конкретно с коробкой передач Те кто владел этим автомобилем наверняка знают эту проблему Значит со временем вот на поверхности фланца Вот здесь вот появляется износ Вот этой поверхностью фланец напрессовывается в подшипник крышки Вот сюда Ну соответственно при изношенной поверхности появляются люфты А это значит вибрация Ну и соответственно понятно к чему это в оконцовье может привести Ну требуется восстановить эту деталь А в чем проблема? А проблема находится непосредственно вот в этой самой детали А точнее ну в толщине стенки В первую очередь в этом проблема То есть шлицы здесь хорошие Вот стенка тонкая Это поверхность изношена Ранее мы занимались восстановлением вот этих вот деталей Для примера могу привести это фланец с автомобиля КАМАЗ Ну не с коробки, а с редуктора Но в принципе смысл Смысл в чем? То есть стеночка на КАМАЗе соответственно видно, что она довольно массивная По сравнению с МАНовской Ну да, здесь вал конечно поменьше диаметром Но стенка довольно мощная Ранее, как я уже говорил Эти фланцы мы восстанавливали Потому что со временем тут появлялся износ Подшипников тут нет Значит здесь находится только сальник Съедало вот это место Появилась канава Сальник начинал течь То есть делается это чем? Либо наваривается по кругу Либо изготавливается втулочка Протачивается фланец Вот эта поверхность надевается на горячую втулку И затем протачивается и полируется Но здесь к сожалению Эти два способа не подходят Почему? Наварка Наплавка, наварка То есть эту поверхность наплавить можно Но как известно После наплавки Вот этот диаметр Начинает стягивать Деталь стягивает вовнутрь Никогда вы не наденете Этот фланец на шлицы Потому что их стянет Их деформирует Для того, чтобы Этот фланец надеть на соответственный вал Потребуется заново делать эти шлицы То есть калибровать их каким-то образом Вручную Или на станке В общем Заниматься подобным геомороем Я думаю не стоит Ну и так же завтуливание Тут к сожалению Невозможно сделать По причине опять же тонкой стенки Если его там точнуть Миллиметра полтора На сторону Ну Он станет совсем уж тонкий Просто или отломится Вот Ну что-то По-любому не пойдет В итоге Останемся с проблемой На подобных изделиях При подобных ситуациях Мы решаем проблему Следующим образом Ну как видно Тут износа не видно Да Тут есть вот такой вот Светлый Белый Можно сказать слой Это уже сделано на пыление Опять же Мы воспользовались Установкой Демет Вот Это система Газодинамического напыления Здесь Если не ошибаюсь Или цинк С алюминием Напылен Или цинк С медью Ну что-то такое По-моему цинк С медью Напылено Где-то Порядка Трех Четырех Десяток Напыление Делается Довольно быстро То есть сначала Пескоструется Потом напыляется И протачивается То есть в данном случае Это наиболее Оптимальный Способ решения Вот этой вот Проблемы Под подшипник Самое милое дело Деталь не нагревается Ее не стягивает Не деформирует То есть Отличный способ Относительно недорогой Вот И Так же самое И по времени Довольно Быстрый Вариант Так что Деталь будет Проточена Вот Под Вот эту посадку И все будет работать Прекрасно Опыт уже Такого Восстановления У нас есть Нормально все ходит Без проблем Так что Можете смело Делать Такую работу По восстановлению Производить Никаких проблем Не будет Этот фланец Еще Проходит Я думаю Не один год Спасибо за внимание Подписываемся На Наше Видео Не забывайте Видео Оценивать Спасибо За внимание До свидания До свидания